Сексуальную энергию обязательно нужно развивать, обязательно нужно двигаться, и мы развиваем ее разными способами. Первый способ, как развивать сексуальную энергию – это отработать все травмы, которые у вас были в возрасте 3-5 лет, связанные с вашим творчеством. Это когда вам не давали делать то, что вы хотите. В первую очередь нужно отработать все ваши травмы, которые связаны с сексуальной энергией с точки зрения вашего отношения к самому сексу и к вашему телу, все, что связано со стыдом, с грязью, где вы в это упираетесь. Вам нужно обязательно отработать родовые кармические слои, где вам… Ты откуда? В смысле откуда? Я родилась из мамы своей. Моя мама, мои с моим папой позанимались сексом, и через этот секс в мир пришла прекраснейшая душа. И так же у каждого из вас. Именно через секс в этот мир пришла ваша душа, именно через секс в этот мир пришла ваша жизнь. Это очень важно не забывать. Если мы говорим про марафон про секс, у вас первый день марафона про секс будет связан с тем, где мы будем смотреть ситуацию, где ваши родители занимаются сексом, и вы там начнете понимать, что секс ваших родителей – это что-то очень великое, что-то очень светлое, что-то очень чистое. Потому что именно через секс ваших родителей в этот мир спустилась душа, и пришла ваша душа и ваша жизнь. Поэтому один из проходов в наслаждение, в удовольствие и в сексуальную энергию увидеть и посмотреть на своих родителей, посмотреть, что именно через сексуальную энергию они вас спустили сюда. Очень важно работать с энергией стыда в отношении секса. Почему? Потому что именно стыд блокирует ваше наслаждение и удовольствие. И если мы говорим про сексуальную энергию, то она к нам приходит именно через наслаждение и удовольствие. Вторая история действительно имеет место быть, когда у женщин очень высокая либидо. Про либидо мы очень активно и подробно говорим на втором дне марафона Лилит. Я вам очень рекомендую марафон Лилит пройти мы там прямо про либидо говорим вдоль и поперек так если вот у женщины очень высокий уровень либидо и ей действительно очень часто хочется кончать очень часто заниматься сексом физиологически у нее так это настроено то есть это говорит о чем о высоком уровне сексуальной энергии женщины и здесь вопрос мы можем это делать передавая партнеру через секс получая оргазм удовольствия и наслаждения второе мы этот высокая либидо можем управлять через творчество кайф ну творчество реализацию себя в социуме потому что сексуальная энергия напрямую связана с нашими проектами с нашим творчеством и с нашей реализации социум я вам так скажу я большую часть своего высокого сексуального либидо у меня достаточно высокая сексуальная либидо я отправляю свое творчество и поверьте если меня реально разносит я не создаю проекты не веду расстановки не провожу эфиры ну я могу реально начать болеть да и да если бы я сидела дома я бы наверное затрахала своего партнера потому что мне надо кому-то эту энергию отдавать можно я отдам можно я отдам можно я отдам эту энергию поэтому если у вас реально высокая либидо но идите в творчество если вы уже пошли в творчество и уже занимаетесь сексом у вас здоровая половая жизнь у вас все равно достаточно высокий уровень либидо и вам еще больше хочется и вы вытащили из партнера своего маленького ребеночка сыночка до которого засунули партнера то скорее всего тогда нужно менять партнера да то есть партнер условно не справляется с вашей сексуальной энергией все время хочу укусить мужа прям очень сильно меня аж трясет и он также что это это высокий уровень либидо это нормально но покусайте друг друга съешьте реализуйте свои возможности и желание это нормально почему потому что базовая сексуальная энергия она живет на основных инстинктов знаете на такой инстинктивной природе это важно понимать и принимать и да в секс когда мы идем немножко идем на инстинктивной природе это нормально позвольте себе куснуть мужа за левый мизинчик ноги пососать откусить и прочее ну кусать совсем вкусу не надо знаете на марафоне про секс мы об этом очень много говорим и прям там практикуем это на фруктах поэтому это нормально хотеть хотеть есть гениталии партнера хотеть есть пальчики партнера хотите попробовать его ушка какой вкусная и обсосать его это очень нормально поэтому позволяйте это себе это очень классно это инстинктивная природа и сексе это очень круто